Валерий Курас 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 трассы по которым сразу же одновременно будет заходить 3 или 4 класса если я не помню не ошибаюсь вроде бы 3 ребята сделали и 8 километров у каждой трассы протяженность внизу в этом яру находятся точки поэтому все будет находиться все рядышком мы это все снимем и вам покажем как будет стартовать первый этап нашего куба финиш маршалом сдаете маршал ставить время прибытия старт и финиш одно и то же вместо то есть если вы заехали вы приехали просто влай и они через финиш результата нету и так все участники виде начали бежать к своим автомобилям объявили старту старт будет происходить на каждом спецучастки по по жеребьевке видео честни вы уезжает ребята кто вытянул первым заезжать на эту локацию вот там вот видите маркер который отмечает класс дорожки коридоров которые не будет заходить они спускаются вниз и там дальше еще точки поэтому мы пошли дальше смотреть где класс стр 2 будет стартовать наши ребята на патруле едут стр 2 они первыми вытянули жеребьевку олег видите фироза на своей чемпионской машинке которая казалось бы маленькая но вес и в принципе хоть и мотор слабенький но она решает она побеждала уже очень много всяких соревнований так что молодцы итак вот у нас тр-0 нет и ранее вот ребята у нас на патриоте первым сейчас видите непонятка у людей небольшая кто первым лезет кто еще как по сути кто первый вытянул жеребьевку тот и кто-то стартует так что там наш еще пока не стартанули сейчас посмотрим какой старт будет на т.р. 1 так вот коридор для класса т.р. 2 саня видите сейчас спускается первым сюда и будет стартовать им повезло девчонки вытянули именно первый стартовый номер скажу так это не есть хорошо потому что он первым будет прокладывать для всех дорогу да вот ведь вот а покажи этого человека который вытянул первым такой подарок именно сделали почему первым тяжело вы сами прекрасно понимаете потому что соревнования по легенде ты первым должен получается проложить для всех дорогу ты покажешь уже где находится сами точки все покажешь а все остальные уже просто будет улучшать твое время только улучшать и улучшать идеал ехать стартовать но так по моему опыту 3 5 чтобы не разбили сильно там просто если будет какие-то сложные участки поэтому это идеальный вариант для старта но здесь было жеребьевка и кому как повезло тот 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 жеребий вытянул и тем будет стартовать поэтому ответе каждый из участников подъезжает на свой коридор но здесь интересный такой спуск будет посмотрите прямо вниз сани его не протаптал не ходил не смотрел поэтому будет реально интересно итак саня сейчас выстроился видите тр-1 уходит справа тр-2 вот вниз вот дорожка у них все время отсекли жаль как всегда камера не передает вам точного так они пошли вниз сейчас мы пытаемся не не упасть здесь ничего принципе сложного нету вот среди какие там зрители у нас сверху все просматривают и вот здесь будет находиться где-то точки победите как все очень близко проходит и принципе здесь по ленточка можно отдыхать адекватно и нормально ехать ребята сделали такой коридор еще тяни его пуша жопа не пролезла чтобы вниз тянулась вперед яйца день едет 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 отлично все выходите фиксируйтесь посмотрите как штурмана классе тр-1 быстренько отрабатывают нашли . тирана теперь будет на полном ходу сюда заскакивать они ему видите по переговорам есть 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 вот то что я сказал только что да что резина перекачана ребятам будет даже тяжело сюда выскочить и эта резина но не едет есть 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 Правильно. Вот что значит резина. Вы видите. Больше хода возьми. Заскочешь туда наверх и оттуда. Справа руль. Стоп. Вперед. На Мицике отъедьте лучше. Сдай лучше туда. Вон туда выскочит. Отъедь чуть. Тебе надо жопой выскочить туда. Только так. Не хватит хода. Попробуй на коксе. Жопой ром на руль. Туда выскочи наверх. Есть. Тебе надо жопать. Харе. Говори ему. Харе хватит. Фоткайтесь. Пошлема Николая. Номер нужно видно. Точка, чтобы видно. Чтобы точку видно. Чтобы отлично точка была видно. Тебе надо с какой-то другой стороны. Не понимать. Точка отлично, чтобы было видно. Бортовый лавр Василий тоже. Тогда на ту сторону. Перелазь на ту. Чтобы точку было видно. И будет видно тот бортовой. Дальше оставайся. Чтобы добре было. Было видно. Стоянко. Тronic. Т spelан. ТепENA. губера все с головой хватает точку видите не закрывает все правильно прямая рука на ширик сфоткали все видно водитель напряженный видите у него по правильности видите да что ветка никакая не попадала что потом вопросов у судеб не было да вот правильная фиксация но и самое главное как можно меньше времени тратить на взятие точки потому что многие здесь устраивают фотосессии вы сами понимаете что это недопустимо каждая минута или каждая даже секунды это добавляется представьте у вас 100 точек а вы по минуте на каждой точке потратили что происходит в конце у вас плюс 100 минут все и вы никак не попадаете уже на призовые места поэтому это нужно все учитывать так штурмана пилот вы видите здесь штурмана ему корректируют как худой заходить усани увидите было немножко сложнее ситуации ему первому распечатать нужно было эти все точки они их искали митцик правда сейчас заехал и штурмана ему подсказывают конечно скажу неправильно подсказывают сейчас они убрутся задним правым вот этим крылом вот этим вот посмотрите в дерево слушаем меня смотрите тут вообще такого каналия так смотрим вы помните да только что сказал про заднее правое крыло смотрите смотрите все так вот что он то происходит там просто один хороший подъемчик который зашлифовали все уже и понятно что на на зимней резине удобнее туда все-таки выехать вот у ребят одна точка которую они сейчас берут и будут подниматься наверх вот вазик туда не выскочил вот вы только что видели сейчас посмотрим на сузуку тоже ну лед вы видели на наших видео в карпатах что тут происходит когда почву до раскатывают до до льда и потом уже тебе выехать очень тяжело тем более блоков нету резина резина якогама я вижу геоландр когда-то у меня на киашке такая же была не едет вообще лебедицы вот все смотрели фильм операция вы помните да вот этот вот шлем вы посмотрите он также почти вмещается вы посмотрите у него от руля до этого вот вот два пальца здесь 144 пальца от руля 5 до этого это сузуки люди это сузуки это машина отлично него просто выехала тут точек нету тут точек нету так следующая него посмотрите просто вы видели налегке не напрягается не подгазовая и не важно что здесь зашлифована просто нужно почувствовать вот этот преднатяг вот я многим это рассказываю если вы это чувствуете то вы будете шикарно ездить не важно какой у вас автомобиль и какая резина поэтому надо чувствовать не перегазовать потому что колесо это колесо пойдется всрывать почву как не будет зацепа и не выйдет аккуратно в натяжку и посмотрите вот одна обычной полу высой полу зимней резине пацаны выехали видишь да я рассказываю что перед вами шлифуют просто в натяг выехала машина и все так что пацаны как там нормально сидушка мокрая метр еще назад есть еще чуть-чуть есть еще насколько хватит вот еще у нас расстояние еще хара влево до упора и пробуй и тапка не отпускай ну давай отсюда в 2 держи упирайся ничего страшного блять попробуй зачем те шлем техника безопасности прежде всего стой нормально он уперся хорошо вот и пошел и пошел вправо руль вправо все теперь ты можешь туда съехать мари вправо рули назад если ты хочешь туда выезжать вправо все никуда не упадешь отлично также зеленая постойте пока равняй теперь ровно кто там костя шумна зеленый чуть отъехать назад влево машина видите не тебе надо только ходом так не зайдете самый не спустись и туда чирик тоже слетел тут короче получается веселуха влево руль смотрите у людей гонка а там пиво по всему салону смотри спасибо это за это 3 штук ты из этого заехать не мог? да так бы сюда раньше и пришел забери пожалуйста все полетают по салону вот посмотрите вообще то я заказывал гамбургер и колу но если привезли пиво так и быть привет здорово спускайся в самый низ в самый низ спускайся и только на коксе пробуй потому что отсюда ты с места не тронешься так саня спускается назад ну для патрола тут в принципе ничего такого сложного и страшного нет вообще в принципе ни о чем и и в принципе ну и и и и и Чуть-чуть колесами пусть помогает. О, да, давай с теми рулим. Чуть-чуть колеса пусть помогает. Ничего сложного и страшного нет. Так, сейчас штурмана думают. Они в маленьком замешательстве, я вижу, по их лицам. Что делать? Продать машину или оставить здесь ее? Смотрите. Так, сейчас. Операция И. Вы видите, сейчас включится. Так, так. Короче, вы помните Тирану, который практически на резине, которая не едет, сейчас хочет пройти вот здесь вот. Да, потому что, ну говорю, 99% ты будешь у него в Баку. А я, а я проеду. Да пусть я проеду. Давай, давай. Вот что значит перекачанные колеса. Вы посмотрите. Колесо просто, просто, аккуратненько шлифует себе почву. Смотрите, клапс, клапс. Оно замыливается. И все. Стой, 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 стой. Вот пацаны тоже решили стравиться. Правильное решение. Пусть как можно больше стравиться. И тогда они спокойненько туда выйдут. Посмотрите, что происходит. Одно лебедко держит. Что там в Сузуке, веса его. Пошел. Давай. Так. Патрол у нас еще чуть сюда не прилег. Не патрол, а патриот. Видите, вот такую тактику ребята выработали. Ну, тоже правильно. Максимально руль влево. Аккуратненько спустились на лебедке. Скорее всего, что этот патриот и будет стоять, как якорь. И потихоньку всех будет сюда спускать. Антон покатился. Видите, колеса заблокированы. Отпусти тормоз. На передаче аккуратненько да и все. И оно все выйдет. Все правильно. Не тормозите. Так, короче, начинают участники финишировать. Посмотрите. Вот финишировали. ТР1. Там вот наши финишировали. Там плохо видно. Ну, он поломался. И пришли, 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 пришли. Друзья волка, да? Киевляне. Они взяли только 20 точек. 20. А мы все взяли. Молодцы, вынесли. Привет. Ну, шо вы? У нас был крен 40 градусов. Мы вообще... Саша вот так вот колеса летали. Нас вывешивали. Короче, стрёмно было. Ну, классно. Протяженность гонки 7 километров. Пешком 12. 12. Да, не на 14. Короче, впечатление вы видите. Море. На 14-й хорошо. Молодцы, молодцы, ребята. Реально, с полными точками мы первые пришли. Идите, сливайтесь. Сливайтесь, смотрим точки, а там уже дальше. Да. К рыжему, потому что там много сидят, сливаются. А так мы первые приехали. Да, в ТР2, да. Нет, с ТР2 вы пришли третьими. Но по количеству точек, по количеству точек вы первые пришли. А можно на этот диск, Саша, сходить? Можно, да, можно. Ну да, конечно. Ну да, типа, но на все вкладываются пока еще. Ну, точки очень интересные. Ну, само собой. Были легкие, а были такие... Нравится? Понравилось? Я там на квадре не рискнул суваться. А вы на своим. Да, мы гаврили, да, Саша? Ну, такая красивая. Вот к кому что, вы видите? Точки слить? У нас ноги не ходят вообще. Девчонки, так разматывали лебеду? Да. Тягали, да? Да. Молодцы. Молодцы тягали. Ну, что делать? Так, чем закончились все приключения? Посмотрите, я вот сейчас... Мы разбортировали запаску. Разбортированная запаска. Вы вдумайтесь, это они так прижимались к дереву, вот этой частью, что его вдавливало полностью, его просто разбортировали. Если бы не колесо, то можно было бы, ну, реально разбить себе весь зад. Здесь, как часть участников приезжала, я вам сейчас дальше покажу их с разбитыми задницами, с погнутыми, там, не знаю, боковинами. И посмотрите на Санин багажник. Посмотрите. Вот. Вот во что превратился багажник, который служил Санине верой и правдой. Теперь придется его рихтовать немножко. Ну, ничего, но зато, видите, спас. Так бы где-то бы сюда бы бочину были. Ну, да. Ну, в небо, в космос. Верхушку придется срезать и переделать, потому что ты его не выгнешь. Или отрезать его по швам там, здесь, по краям и выровнять. Все только так. Таурек. Вами уже известен. Вы уже видели его не на одной нашей покатухе и на многих соревнованиях. И вот, видите, бортовые номера. Это означает о том, на каких соревнованиях этот автомобиль участвовал. Это на нашем Омай Гат Фесте он был. Также ребята участвовали на тихоходе. Вы посмотрите. И он после всех этих приключений остался, видите, немножко побитым. Только вот задний отражатель в бампере. Так, все целое. Ребята вернулись с целой машиной. Трехлитровый дизель все-таки рулит. Все отлично. На пневме. И живая машина. Поэтому, видите, в умелых руках все остается целым и не побитым. Сейчас я покажу дальше других участников, которые приехали и немного, я бы так сказал, пострадали их не автомобили. Вот посмотрите. Это участники, которые уже финишировали. Здесь все отлично. Все хорошо. Целое. А, у Монгола вроде бы стекло вылетело. Какое-то заднее правое, я не помню. Ну вот ребята тоже под Жерико немножко подрихтовали. Потому что реально такие моменты между деревьями были очень стремные, в которых аккуратно нужно было проехать. Поэтому вот посмотрите. Все. Немножко заживало. Стоечку придется хорошо подрихтовать. Здесь поотрезать. А все делается. Не бывает ничего невозможного. Так, пока мы ждем результата, винограждения. Вы видите, мы сейчас вот с помощью компрессора надели запаску Санина, потому что ее тоже разбортировала. И будем менять вот этот вот сильвер, потому что Саня его где-то пробил и накачали тройку. Ну, типа спустила буквально, не знаю, там за сколько, за минут 10 колесо полностью спустила. Поэтому понятно, что не вариант, чтобы мы могли спокойно добраться. Мы сейчас сняли хайджек, снимаем запаску, меняем колесо и ждем результатов. Понимаем, какое место ребята наши заняли. И потом уже отправляемся назад в Фаттайю. Награждается Амельяненко и Асачий, экстремал, Нива, Чернигов. Награждается Мовщан, Денис и Ермоленко Андрей. Фаттайя, Кирилл. Это неправильно, нет, не может быть, блин. Надо было кабыщу сертификат на зубы сделать. Денис и Ермоленко, Денис и Ермоленко.